Смартфон с чистым андроидом, хорошей автономностью и всего за 100 долларов? Нет, это не очередное фантастическое кино. В момент выхода на рынок Sharp B10 стоил значительно дороже и заслужил не совсем лестные отзывы. Но прошел год, цена снизилась настолько, что теперь о нем можно говорить как о сверхбюджетной модели, у которой в связи с этим появились и положительные стороны. Внешне B10 больше напоминает Xiaomi времен Redmi Note 3 – пластиковый задник с двумя полосками и антеннами. Верхняя пронизывает насквозь блок из двух камер. По центру, чуть выше середины, сканер отпечатков с полированным ободком. Кажется, что задняя панель металлическая, даже холодок от нее такой же. Но на самом деле сделана она из пластмассы, только краска металлизирована, чтобы создавалось впечатление более дорогого материала. На передней панели нет ни челок, ни вырезов. Крупные рамки скрывают фронталку и сенсоры, голосовой динамик спрятанный за вырезом в корпусе. Тоже не пришлось никуда смещать. Тренды прошлого года выглядят в 2019-м немного архаично. Из особых замечаний – кнопки регулировки громкости и блокировка – они слегка дребезжат. Внутри тоже все максимально бюджетно, не стали экономить только на объеме оперативной памяти – 3 ГБ должно хватить за глаза. А вот 32 ГБ флеш-накопителя – это мало даже для прошлого года. Да еще и память, типа eMMC, не самая быстрая, скажем прямо. Вообще экономили буквально на всем. Wi-Fi модуль поддерживает максимум стандарт 802-11n. Внизу для зарядки и синхронизации уже устаревший microUSB, а сверху, но почему-то не сбоку, а чуть ближе к центру, заветный мини-джек. Экран тоже прост – при диагонали 5,7 дюйма всего 1440 на 720 точек, но хотя бы IPS уже хорошо. И он очень яркий, тоже неплохо. С чипом у более старших моделей все было поприятнее – здесь же Mediatek MT6750, который рекордсменом по производительности вряд ли можно назвать. Производился он по техпроцессу 28 нанометров, поэтому не такой энергоэффективный, как современные чипы, поэтому и греется при нагрузке смартфона ощутимо, но не критично. С программной частью все просто – телефон вышел с седьмым андроидом и с момента релиза чуть больше года назад мало что изменилось, так что Shark не особо беспокоится о долгосрочной поддержке своих смартфонов. Зато система чистая, без лишних оболочек, паразитного софта и рекламы. Отсюда и хорошая автономность батарейки емкостью 4000 мАч. Хватает на два дня вполне активного использования смартфона, ну а на случай непредвиденных ситуаций B10 поддерживает быструю зарядку. Набор камер в этой модели поинтереснее, чем у более дорогого C10. Здесь вторая камера – полноценный широкоугольный модуль с разрешением 8 мегапикселей, но на этом преимущества, пожалуй, заканчиваются. Даже при нормальном освещении на фотографиях приличное количество шумов. Видеосъемка ограничена разрешением Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Если бы не снижение стоимости этой модели, B10 вряд ли бы заслуживал какого-то внимания, но с этим ценником можно закрыть глаза на не слишком проворный процессор, слабые камеры и простенький набор интерфейсов. Тем более, что основной параметр бюджетных моделей – аккумулятор, а с ним здесь все отлично.